Девушки отдыхают А у тебя всегда этого добра хватает Понимаешь, тут какое дело, внучок Меня саму что-то в последнее время потянуло на сладенькое Стала часто кушать всякое пирожное, мороженое И вынуждена тебя огорчить, милок Ничего не осталось Сегодня доела последнюю шоколадную конфету И что теперь делать? Ведь мне нельзя одному ходить в магазин Да уж, незадача Я бы сбегала, купила Да понимаешь ли, от сладкого люди толстеют И вот я так сильно поправилась, что далеко мне теперь не уйти А так бы я сходила, да, чтобы побаловать тебя Слышишь, за окном кто-то приехал Мороженое, продаем мороженое Бабуля, это сама судьба К нам мороженчик приехал Нам от тебя Денежку, балдюша И купи десять порций мороженого Устроим себе сегодня праздник А разве можно его так много есть? Ведь горло может заболеть и животик расстроится Ишь, какой ты умный стал Все то ты знаешь Ладно, купи две порции Только мне, смотри, клубничное возьми Уже бегу Здравствуйте А у вас есть клубничное мороженое? Есть мороженое с любым вкусом Даже со вкусом жареной картошки и селедки под шубой И все без ГМО Но тебе, лысый, я ничего не продам Это почему же? Да потому что ты худой Одни кости до кожи Я продаю только пухленьким Странный вы какой-то Бабуля, он мне не захотел продавать Говорит, я худой А вот тебе продаст Потому что ты в теле Хорошо Сейчас спущусь и куплю А тебе не кажется это странным? Как-то это подозрительно Просто человек привык иметь дело с солидными людьми Как я Молодой человек Дайте мне, пожалуйста, десять порций клубничного мороженого Покушать любишь, бабуля А кто ж не любит, милок? А до сладенького я очень охоча Вон, видите, какие солидные бока наела Я, конечно, люблю больше толстеньких малышей Но и толстенькая старушка на худой конец подойдет Постой Что это значит? Бабушка О, нет Мороженчик заморозил бабулю Нужно спасти ее Похоже, он ее спрятал в машину Идет Нужно куда-нибудь укрыться Жаль, что тот малой был таким худым Он мне больше подошел бы Чем эта огромная старуха Еле ее в клетку засунул Но, как говорится, она без рыбий рак Щука Значит, бабушка в машине в клетке сидит О, десять копеек нашел Он что-то выронил из кармана Нужно подобрать Труд пригодится Бабуля 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 Кажется, она без чувств Как же ее освободить? Где достать ключ? Мороженчик идет Где же я потерял свою карту? Недавно еще она была у меня в кармане И я отмечал там свой маршрут Ну все, сейчас он меня схватит И поминай, как звали Эх, ладно Зато здесь копеек нашел Никогда не знаешь, где найдешь А где потеряешь Поехал я дальше Придется и мне ехать с ним Может быть, получится раздобыть ключ Чтобы освободить бабулю А вот и цирк на горизонте Сегодня на представление Должно прийти много пузатеньких малышей И все захотят моего мороженого Ха-ха-ха-ха О, девочка Девочка, ты хочешь моего мороженого? А у меня всего одна копеечка, дяденька А я тебе бесплатно дам Иди сюда Моя мама говорит Что бесплатный сыр бывает только в мышеловке Ну ладно Тогда я тебе порцию за одну копейку продам Это почти что даром Моя мама говорит Что даром только птички поют Какая же умная у тебя мама Иди сюда Сержант Смотрите Именем закона Остановитесь Полиция застукала Пора сматываться Немедленно остановите фургон Вам не укрыться от полиции Нужно поддать газку Сейчас мороженого Схватит полиция И они освободят нас Это сама судьба Немного оторвался Нужно укрыться на кладбище Там они меня не найдут Ну вот Вроде пронесло Мало кто знает Об этом кладбище Неужели полицейские Его так и не поймают А я так надеялся Ладно Нужно подумать Как освободить бабушку Что-то меня эта погоня утомила Нужно отдохнуть О Вот удобное место С постелькой Кого сегодня хоронить будем Преподобный отец? Кого бог пошлет? Уже подготовили Так быстро Ну что же Начнем Помогите Помогите Что такое мальчик? Как ты тут оказался? Мою бабушку похитил мороженчик Он заморозил ее И посадил в клетку А я не знаю Где найти ключ Чтобы освободить ее А вот кстати и он Мороженчик Тащите его в полицию Как тебе не стыдно Мальчик Издеваться над покойником Иди поскорее домой И хватит баловаться И вообще Кладбище Это не место для детей Уходи отсюда Как же так? Что же теперь делать? Как освободить бабушку Если мороженчик помер? Ну что Продолжим Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-т Святой отец А почему сегодня без музыкантов? Музыканты в шоу-бизнес подались Говорят, там больше платят Ладно, а сегодня обойнемся без музыки Я не знаю Был ли этот человек хорошим или плохим Но это уже не важно Он просто прожил свою жизнь И умер Я не буду за него молиться Потому что ему и так уже хорошо Я лучше помолюсь за тех, кто жив и не знает, что их ждет за поворотом Как говорится, аминь Опускай его скорее и закапывай Мне сегодня еще в цирк с детьми ехать Постойте, не закапывайте Я уже отдохнул Ну что ж, теперь, когда мороженщика больше нет Освободить бабушка будет не так-то сложно Просто нужно позвать сюда полицейских И они ее освободят Кто-то сел в машину Пора ехать в цирк А то малыши заждались О нет, он вернулся Вот это поворот Ну вот и цирк, наконец-то Приехали О, здравствуй, род Я заждался тебя Где же ты пропадал? Я не понял, Пеннивайз Где дети? Где мои толстенькие, пузатенькие дети? Дети будут, не переживай Просто представление задерживается У нас кассир заболел Ведь кроме реализации нашего коварного плана Было бы неплохо и заработать на этом Надеюсь, ты не забыл, о чем мы договаривались? О чем? Мы договаривались, что ты привезешь мороженое С секретным ингредиентом Дети его съедят во время представления И станут толстыми И я слопаю Испуганных и толстеньких детишек Ах да, забыл Понимаешь, планы поменялись Мне еще нужны пухлые детишки Чтобы закончить свои исследования И получить рецепт секретного ингредиента Вот я и приехал за ними Ведь ты обещал, что во время представления Будет много малышей Ну тогда у нас ничего не выйдет, род Современные родители следят за здоровьем своих детишек И кормят их так, чтобы те не переедали И все, кто сегодня приедет Будут обычными стройными детьми А ведь помнишь, как раньше было Всегда можно было найти какого-нибудь толстяка И поиздеваться над ним сласть Закрой рот Чего это ты? Ничего Это личное Значит, говоришь, не будет пухленьких Не будет Я лично рекламировал представления И видел их всех А ты сам-то не мог поймать по дороге Хоть кого-то Да есть у меня в фургоне одна толстенькая старушка Только боюсь, что этого мало Нужно еще Балди Где я, бабушка? Ты очнулась? Наконец-то Тебя заморозил и посадил в клетку мороженчик А что ему нужно от меня? Что он хочет со мной сделать? Я не знаю Балди, деточка Всегда в трудную минуту Нужно звать на помощь людей Я звал Но, наверное, я не выгляжу так солидно, как ты, бабушка И из-за этого мне никто не верит Это все моя злая сестра виновата А ведь я говорила ей когда-то Мальчику нужно давать хороший борщик с капусткой Сосисочки Салатик, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами Вкусный чай Ладно, бабуля, не нужно сейчас об этом И так кушать очень хочется Если никто не хочет нам помочь Значит, нужно поискать какие-то инструменты Чтобы спилить замок Может, ножовку Или напильник какой поищешь Хорошо Пойду поищу Где же мне искать это добро? Кажется, мороженщик с кем-то разговаривает Значит, мне нужно срочно найти И схватить парочку упитанных малышей И завершить свои исследования До начала представления Думаю, я знаю, где их искать И где же? На детской площадке О, нет Нужно скорее вернуться в фургон И что? Так он и сказал? Что будет ловить малышей? Да, бабушка На детской площадке Ты должен помочь, Эмбалди Я сделаю это Чего бы мне это не стоило Береги себя, внучок Эй, ребятишки Идите все сюда Дядя мороженщик угостит вас вкусным мороженым Малыши Скорее уходите отсюда Бегите домой Сейчас вас поймает дядя мороженщик Не мешайте нам Вы что, не видите? Мы играем Ах так А ну, брысь отсюда Мелочь пузатая Побежали, сестра От этого нехорошего мальчика Не волнуйся, братик Жизнь его за это накажет Ахахаха 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 Ну вот я и спас малышей Я герой Попался Это ты мне малышнюсю распугал А вот и мой гараж Посажу этого парня под замок Чтобы не мешал мне отлавливать пузатеньких малышей Ахахахаха Посиди пока что тут Выпустите меня Иначе я буду кричать Тогда соседи вызовут полицию И вас арестуют за похищение Кричи, сколько влезет А тебя все равно никто не услышит Тут нет соседей Ну тогда я Тогда я знаете, что сделаю Что? Ничего И это правильное решение, мальчик Пора ехать за детьми Но что-то спать охота Из-за лишнего веса часто устаю Может быть пора сесть на диету И сбросить вес Или может заняться спортом наконец-то Нет Лучше прилечь Сдремнуть минут на пятнадцать И усталость как рукой снимет А свой коварный план я успею выполнить Пятнадцать минут ничего не решат Кажется, мороженщик заснул Пора подумать, как отсюда освободиться Дверь заперта снаружи Тут без вариантов Выход на крышу заблокирован Разбить стекло и сбежать через окошко Ну тогда мороженщик услышит И вмиг меня поймает Гаражная дверь на веревочках А рядом ножницы лежат Достаточно обрезать веревки И я на свободе Ну что-то это слишком просто Как-то подозрительно Вдруг это ловушка И мороженщик только и ждет Чтобы я сбежал этим путем Но нет Я не такой простак, как ты думаешь, мороженщик Я пойду другим путем У меня есть железная ложка Которая всегда со мной Я видел фильм, как заключенный Вырыл такой ложкой подземный тоннель Через которую устроил побег А чем я хуже? Терпение и труд все перетрут Ложечка за ложечкой Глядишь, я уже и на свободе Нет Что-то это слишком сложно Лучше, наверное, обрезать веревочки Ну вот и все Я на свободе Нужно посоветоваться с бабушкой Что делать дальше Интересно, а что это за дверь? Куда она ведет? Или может лучше посоветоваться сначала с бабушкой? Ладно Проверю по-быстрому Одним глазком Какой-то пруд здесь Наверное, в нем мороженчик рыбу ловит О май гад Еле ноги унес Это же ужас какой-то Так страшно Этот крокодил страшнее самого мороженчика Ладно Все равно там ничего нет Значит, балдит и говоришь, что мороженчик спит Да, бабуля Но надолго ли? Придется тебе, внучок, сесть за руль этого фургона И по той карте, которую выронил мороженчик Ты доедешь до полиции Но я плохо вожу автомобиль, бабуля Сейчас это не имеет значения Угнать этот фургон Единственный наш шанс спастись Ю-ху! Мы сделали это! Мороженчик и лопух! А? Меня кто-то звал? Пацан сбежал И угнал мой фургон Нужно попытаться его догнать Он еще мал И, скорее всего, плохо умеет водить В этих местах легко заблудиться У меня есть шансы догнать его И к тому же не пешком На самокате тоже неплохая скорость выходит Думаю, мальчишке не уйти от меня Главное угадать, куда он поехал Ближайшая локация отсюда Лагерь Орлов Нужно заглянуть туда Вдруг он по детской наивности Решит искать помощи там Ха-ха-ха-ха-ха Кажется, я заблудился Даже карта не помогла Ах! В любом случае на ней не указано Где находится ближайший полицейский участок Значит, придется просить помощи у первых попавшихся людей Здравствуйте А что это за место? Здравствуй, мальчик Это лагерь Орлов Самое милосердное место на Земле Здорово Значит, тут мне обязательно помогут Я, кстати, всегда мечтал пожить в детском лагере Не слушай его Лучше уходи отсюда, пока не поздно А почему вы все в масках? Маски, которые мы одеваем Делают нас красивее Сначала это, конечно, неудобно И мешает кушать Сосиски не пролазят сквозь маленькую щелку для рта А молоко проливается на рубаху Но мы привыкли Зато так мы все одинаковые И никто не оскорбляет нас Не говорит, что мы уродливы Мы думаем, что это единственный способ Чтобы избежать боли от унижений И насмешек А вы что, действительно так уродливы? Мы не знаем Но вдруг это так? Лучше не рисковать Да перестаньте Что вы себе накручиваете? И вообще Внешность это не самое важное Главное, чтобы человек был хороший Если ты страшный на вид Так найди в себе другие достоинства Которые затмят твою внешность Вот ты Подойди ко мне Сними маску Нам не разрешают их снимать Да кто вообще придумал этот бред? Снимай давай Не могу Мне страшно Вдруг я уродлив Вы сами придумали себе проблему И свято верите в нее Снимай сейчас же Ладно Можешь одеть обратно Но я еще раз повторю Внешность не самое главное в человеке Тихо Монахиня идет Какая еще монахиня? Я же говорил тебе уходить пока не поздно Что тут происходит? Так, так, так У нас новый мальчик Здравствуйте Я приехал сюда, чтобы просить вас о помощи Дело в том, что я только что сбежал от мороженщика Рода Роди? Что, простите? Я говорю, родители твои знают, что ты тут Из взрослых знает только моя добрая бабушка Но она заперта в клетке Вон в том фургоне Это она посоветовала мне угнать фургон мороженщика Это большой грех, мальчик Угонять чужие машины Но я сделал это, чтобы спасти свою бабушку Я понимаю, ты хотел помочь Но все же ты согрешил Вот, держи Одень эту маску Побудешь в нашем лагере Пока не искупишь вину за содеянное злодеяние Но мне нужна помощь Моя бабушка заперта Ее нужно освободить Я позабочусь об этом Сейчас пойду и позвоню куда следует А пока одень маску Такие у нас правила Поздравляю! Теперь ты один из нас! Не слушай его Это ее любимчик Тебе нужно срочно уходить отсюда Пока она не вернулась Потом поздно будет На самом деле монахиня Злая и жестокая И это место настоящий ад Но нам некуда идти Так как мы в основном сироты К тому же мороженщик О котором ты говорил Каким-то образом Связан с монахиней Он уже бывал тут когда-то Думаю, это для тебя плохо закончится А вот и он, собственно Привет, худышки! Где ваша наставница? Пошла к себе в кабинет Срочно уезжай Недалеко отсюда Есть автокинотеатр Там есть телефон Позвонишь в полицию Они тебе помогут Привет, мама Роди! Здравствуй, сынок! Давно ты не заезжал А я как раз тебе собиралась звонить Дело в том Что я ищу одного мальчика Который угнал у меня фургон Он сюда не заезжал случайно? А ты разве не заметил свой фургон? Тут в лагере стоит Не заметил Какой же ты невнимательный, Роди Ну прям как в детстве Ничьи-то не изменился Ну, мам Перестань Я уже взрослый Идем Я покажу тебе этого мальчишку Я сразу поняла, что он от тебя сбежал И позаботилась о том, чтобы он задержался тут Спасибо, мам Уж и не знаю, как мне тебя отблагодарить Просто звони Почаще Совсем забыл про меня Где он? Прощайте, ребята! Опять сбежал! Дети? Кто знает, куда поехал этот мальчик? Мы не знаем Если кто-то утаит это от меня Знайте Вас боженька накажет Потому что всегда нужно говорить правду Я знаю Он поехал в кинотеатр А вот и автокинотеатр Ничего себе, сколько тут машин Может кто-то из водителей мне поможет освободить бабушку Извините А вы не поможете мне? У меня бабушка заперта в клетке в фургоне мороженчика Ну ты и фантазер Не мешай, мальчик Не видишь, мы смотрим мультик Простите Мне нужна помощь Моя бабушка сидит в заперти Уходи, уходи отсюда И хватит баловаться Я заплатил за сеанс деньги А ты мне мешаешь Сейчас полицию позову Точно Я же собирался позвонить в полицию А что они тут показывают? О, так это интересный мультик Я его уже видел когда-то Уильям Мы так долго ходим по этому подвалу Я устал Я есть хочу Ладно, Серж, не ной Ты же мужчина Я взял с собой немного еды Вот Держи булку Спасибо, Уильям Тихо Ты слышал шорох? Нет Кажется, в этой комнате кто-то есть Уильям, мне страшно Не бойся, Серж Ты же мужчина Я пока только мальчик Хорошо Я сейчас пойду проверю Серж Тут сокровища Мы нашли их Ого Сколько золота Ура Теперь мы сможем накупить Сколько угодно сладостей И игрушек Постой, Серж Посмотри Это скелеты О, нет Что это значит, Уильям? Я не сказал тебе Не хотел тебя пугать Но тот дяденька говорил Что Многие, кто отправился за этими сокровищами Не вернулись Это, наверное, скелеты тех бедняк Мальчики Зачем вы сюда пришли? Ты слышишь? Кажется, это к нам обращаются Да Мы пришли за сокровищами И хотели бы взять с собой немного Эти сокровища прокляты Каждый, кто прикоснется к ним Будет обречен на страшную смерть А можно взять хотя бы пару монеток Мои родители очень бедны И порой у нас нет дома даже хлеба Тогда я купил бы домой чего-нибудь покушать Серж Эти сокровища прокляты Каждый, кто прикоснется к ним Умрет Тогда мы пошли Нет Вы должны остаться тут Навсегда Никто не должен узнать об этих сокровищах О, таинственный голос Умоляю тебя, отпусти нас Мы никому не расскажем про сокровища К тому же, уже многие знают про это место Но боятся сюда ходить Прошу, отпусти нас Нет Вы должны остаться Таинственный голос Пожалуйста, отпусти нас Моя бедная мать Очень больна И если она узнает, что я пропал Она не выдержит этого и умрет А моя бедная бабушка еле ходит И живет одна Я каждый день приношу ей покушать И если я не приду То она умрет с голоду Ну ладно, ладно Хватит ныть Идите отсюда И никогда больше не возвращайтесь Спасибо, голос Бежим, Серж Ладно Что-то я засмотрелся Пора позвонить в полицию Зачем в полицию? Не нужно никуда звонить Вот видишь, мальчик Как вредно долго смотреть мультики Теперь ты попался И на этот раз уже не сбежишь от меня Уж я об этом позабочусь Посиди тут еще раз А я отвезу твою бабушку в лабораторию Там с помощью нее Добуду секретный ингредиент И мы сделаем всех детей толстяками Зачем вы это делаете? Почему вы так сильно хотите сделать всех толстяками? Тебе не понять этого, мальчик Ты худой как глист А мне в детстве пришлось не сладко Я был самым толстым в классе И все издевались над мной Робин Бобин Барабек Скушал сорок человек Не слушай их рот Они ведут себя глупо Я знаю, как тебе тяжело Каково это быть не таким, как все дети Мне тоже приходится нелегко Из-за моего длинного и худого тела Все называют меня дрыщом Долговязом Или колокольней Я понимаю твою боль Отвали дрыщ! Что? Ах ты жиртрест! С тех пор я мечтаю отомстить Пусть все почувствуют Каково это иметь лишний вес И быть угнетаемым за это Теперь настал мой черед смеяться над ними Но ведь те дети Которые над вами издевались Уже выросли Зачем вы хотите отомстить невиновным? Кажется уехал Теперь мне никак не выбраться из этого гаража Мороженщик не дурак И в этот раз он наверняка предусмотрел Все возможные способы моего побега Все пропало Теперь из моей бабушки сделают мороженое Мороженщик сделает всех детей толстяками А я так и не смогу им помочь Запертым в этом гараже Это конец! Как это? Неужели у меня такой мощный богатырский удар Что я одним ударом вышиб дверь? По-видимому Мороженщик задумавшись Забыл запереть ее Значит мне все еще потеряно Я сейчас же отправлюсь в цирк А там уже разберусь Что мне делать дальше Как жаль Что я не нашел самокат мороженщика Боюсь что пешком Я могу не успеть до начала представления в цирке Бабушки Ой Мамочки Это же волки Нужно бежать Ну вот я и на месте Еле ноги унес Зато скорее добрался И для здоровья полезно побегать Эй мальчик Ты на представление пришел Рано еще Здравствуйте Я пришел предупредить людей об опасности Рассказывай в чем дело Мороженщик Род и клоун Пеннивайз Задумали гнусное преступление против малышей Нужно отменить представление Что за вздор Я знаю мороженщика Рода уже давно Он добрый и любит детей Его мечта это бесплатное мороженое для всех желающих А Пеннивайз веселый клоун Который приносит радость людям Запомни парень Клоуны не могут быть плохими Мне кажется я догадываюсь в чем тут дело У тебя нет денег Чтобы купить себе мороженое И билет в цирк Вот ты и злишься на них А чтобы и другие дети Не смогли этому порадоваться Ты решил сорвать представление Но я на то тут и охранник Чтобы следить за порядком Так что уходи-ка ты отсюда поскорее Эй бродяга а ну уходи отсюда Сюда скоро приедут приличные люди Им не нужно видеть возле цирка такого оборванца как ты Что я оборванец Да у меня У меня джип в Москве Простите У вас не будет рубля на дорогу Так у тебя же джип в Москве Ну так он в Москве А я вроде как в другом культурном городе Ну так что голубчик Есть у вас рубчик? Я растерял все деньги пока спасал бабушку Но у меня остался последний рубль Вот держите Отлично Ты не переживай Я верну долг Дяденька Может вы мне поможете Тут в цирке задевается преступление Я бы с радостью Но понимаешь Я обычный бомж На самом деле нет у меня никакого джипа в Москве Я живу в канализации И у меня есть проблемы с полицией Поэтому мне лучше не вмешиваться в чужие проблемы Когда своих полно Приветствую вас мистер Рот Кажется вот тот парень хочет сорвать представление Рот? Мороженчик Рот уже тут? Все пропало Я не успел Ну сколько можно тебя ловить? У меня уже нет времени Опять везти тебя в гараж Скоро прибудут зрители Идем со мной Пеннивайз Посмотри кого я привел Если я и задержался То это только по вине этого мальчишки Он все время пытался помешать моим планам Ах ты негодник Ну мы тебе покажем Ты привез мороженое для наших детишек? Да Секретный ингредиент готов А ты испытал его на ком-нибудь? Не было времени Из-за этого сопляка я чуть не опоздал Я знаю как мы с ним поступим Мы дадим мальчику мороженое Нет Я ни за что не стану его есть Будешь Будешь как миленький Все дети любят мороженое Нет Вы не заставите меня это сделать Ну хорошо Можешь не кушать его Просто подержи в руках А Ну тогда ладно Так странно Я знаю что кушать это мороженое мне нельзя Но так хочется это сделать Нет Нельзя поддаваться слабостям Я сильнее этого Я смогу Я не стану его есть Вот Только лизну разок Ведь ничего плохого не случится Если лизнуть Ничего не случится плохого Если и второй раз лизнуть Раз уж за два раза Ничего не произошло То и за три ничего не будет Какое же оно вкусное Просто райское наслаждение И так кушать охота Эх Где наша не пропадала Ну вот и славно Я же говорил Что ты его съешь Какой ребенок В здравом уме Откажется от мороженого Что-то я не вижу Никакого эффекта Нужно подождать Процесс обмена веществ в организме Не работает так быстро Это же не волшебное мороженое Это химия чувак Это превосходно Он стал таким пухленьким Просто объедини Сейчас я его Погоди Сначала я с ним поговорю Посмотри на себя Ты наверное страдаешь от этого, да? Небось плакать сейчас будешь Ой-ой-ой Какой я толстый Как мне теперь с этим жить? Ну Чего молчишь? Расскажи Как тебе плохо Чтобы я порадовался Твоему горю И вовсе мне неплохо Я давно хотел поправиться Но на бабушкиных харчах Это как-то не получалось Вполне солидно Теперь выгляжу Ах так Пеннивайз Он твой Сначала мне нужно Вызвать в нем страх Ты знаешь Что я сейчас С тобой сделаю Знаю А вы сейчас Дадите мне еще мороженое Нет Ты и так Уже достаточно Упитан Теперь настало Время тебя Съесть Но я хочу Еще мороженого Дайте мне еще Не отвлекайся Ты должен Бояться меня Смотри мне в глаза Ну же Бойся Дайте мне мороженого Он совсем Не боится меня А я не могу Сесть того Кто не испытывает Страх Ты только Посмотри на него Ну пожалуйста Ну дайте мне Хотя бы одну Нет две Или даже Три порции Мороженого Он только И думает О мороженом Запрем Его пока Пусть посидит И подумает Он быстро поймет Что мы с ним Не шутки шутим Когда до него Дойдет Наконец-то Его Охватит Ужас И страх Тогда я С ним Разделаюсь Нужно От него Избавиться До прихода Зрителей А пока Будем Готовиться К представлению Теперь От которого Я смогу Пролезть В этот люк А ты Попробуй Тогда И узнаем Ну вот Кажется Я застрял И теперь Ни туда Ни обратно Прямо Как тут Винни-Пух Теперь Придется ждать Когда я Похудею Ничего Кролик Вытянул Винни-Пуха И я Тебя Вытяну Ты только Попробуй Тянуть Себя Живот Итак На счет Раз Два Три Ну вот А ты Говоришь Винни-Пух В реальной Жизни То Оно Все По-другому Ладно Идем Я Выведу Тебя Наверх Вот Тут Выход На улицу Будь Осторожен И не попадись К ним Опять А то Они посадят Тебя В какую-нибудь Клетку Для животных Оттуда Я тебя Уже Навряд Ли Вызволю Мне бы Как-то Замаскироваться Чтобы Они Меня Не узнали На Вот Держи Эту Шляпу В ней Тебя Никто Не Узнает Я Ее Всегда Одеваю Когда По Мусоркам Ложу Шпионская Она Потом Как-нибудь Вернешь И Никому Не Говори Где Я Обитаю А то Меня Отсюда Быстро Выгонят Удачи Прибыли Первые Посетители Цирка Смешаюсь С толпой И Проникну На Представление А там Всем Расскажу Об Опасности Которая Им Угрожает И Тогда Уж Точно Никто Не Станет Есть Это Мороженое А если Его Никто Не Съест То И Беды Не Будет Скажите Когда Начнется Представление Ведь Уже Давно Должно Было Начаться Вышла Небольшая Задержка Представление Начнется Через Пять Минут Граждане Не Забывайте Заранее Приобрести Билеты В цирк Без Билета Я Никого Не Пропущу Что Не Помог Бо Мне Выбраться Из Заточения Что Делать Зачем Ты Выбросил Билет В урну Ты Сам Пожаловался Что У тебя Болит Живот А это Значит Что Тебе Придется Пропустить Представление И Поехать Домой Лечиться Я Потерплю Цирки Будут Раздавать Бесплатное Мороженое Я Не Хочу Это Пропустить Нет Мы Сейчас Едем Домой Лечиться Ну Папа Я Сказал Едем Домой И Баста Это Мой Шанс Попасть На Представление Нужно Теперь Найти Этот Билет Неприятно Рыться В урне Но Придется Ах Ты Предатель Я Тебе Дал Шляпу Чтобы Тебя Не Могли Узнать А Ты Решил Теперь Рыться По Моим Мусоркам Такой Подлости Я Тебя Не Ожидал Пацан Это Недоразумение Вы Не Так Все Поняли Дело В том Что Я Ищу Билет В цирк Который Выбросил Один Из Посетителей Мне Необходимо Попасть На Представление Чтобы Спасти Всех Зрителей Вот Только Я Не знаю В какой Урне Его Искать А В таком Случае Я Помогу Тебе В поисках Ты Обыщишься Урны С той Стороны Улицы А Я С Этой Идет Ага Ну Что Нашел Нет Пока Копай Глубже Там Сам Исмак Извините Но Я К этому Не Привыкший Из Мусорки Воняет Ладно Парнишка За то Что Ты Помог Мне Выбраться Из Финансовой Дыры Я Выручу Тебя Еще Раз Оставь Это Грязное Дело Профессионалу С десятой попытки я все таки его нашел Немного дурно попахивает Но думаю сойдет Чтобы пройти в цирк Внимание Приносим свои извинения За то что вынуждены были задержать представление И рады вам сообщить Что уже через минуту мы начинаем Просим всех родителей попрощаться Со своими детьми То есть я хотел сказать Просим родителей Обращаться со своими детьми Хорошо И отпустить их на представление Ну что ж Мне пора Чего так воняет билет? Долго пришлось ждать представление Ааа Понятно Проходи Итак Мы начинаем Наше представление Сегодня на арене Перед вами выступят Свинья Которая разговаривает По-французски Животные не умеют Разговаривать Вы врете Ах так Ну смотрите Вывезьте сюда Свинью По-французски Паралеву франце Женой Факир Алкоголик Петрович Покажет смертельно опасный номер Жонглирование Жонглирование Бутылками с водкой Уморительно смешные Уморительно смешные клоуны То есть я Рассмешат вас до слез Все это И многое другое Сегодня в программе Но перед тем Как приступить К представлению Мы хотели бы Раздать вам Всем мороженое Спонсором Этого необычайного Акта Щадрости Является Мороженщик Рот Поаплодируйте ему Пожалуйста Держи Что нужно сказать Дяде Спасибо Я тоже хочу А мне А мне Чего тебе А мне Уважаемые Зрители Пожалуйста Сядьте На свои места Не волнуйтесь Мороженого Хватит на всех Мы долго К этому Готовились Постойте Не кушайте Это мороженое Это мороженое Превратит вас В толстяков Раньше Я был стройным А теперь Посмотрите На меня А я всего Лишь съел Одну порцию Этого мороженого К тому же Этот злой Клоун Вас потом съест Не слушайте Его Этот мальчик Лжет Он специально Отговаривает Чтобы заполучить Все порции Сразу И насытит Своё Огромное Брюхо Клоуны Не могут Быть плохими Мальчик Да Клоуны Не могут Быть плохими Стыдно Стыдно Должно быть Тебе Толстяк Дайте мне Пожалуйста Две порции И мне Тоже И мне Две порции И мне Тоже Все пропало Мой план Не удался Дети Едят Мороженое И не слушают Меня Они не верят Мне Это фиаско Всем Оставаться На своих Местах Это Полиция Клоун Пеннивайз И мороженщик Рот Вы Обвиняетесь В планировании Тяжкого Преступления Все что вы Скажете Будет Применено Против Вас В суде Я Я ни в чем Не виноват Я Это мороженое Не делал Это все Рот Я просто Веселый Клоун Прости Рот Но теперь Каждый Сам за себя Пока Клоун Исчез Держите Мороженщика Пока не убежал Именем Закона Вы Арестованы Бабушка Ты Живо Как я рад Конечно Живо Этот болван Рот После того Как взял у меня Некоторые анализы В своей лаборатории Посадил меня В клетку Но забыл Ее запереть Я сбежала И позвала Полицию Перед тем Как мы поедем В тюрьму Можно мне Сходить в туалет По малой нужде Я быстро Нет В тюрьме Сходишь Это жестоко И бесчеловечно Вы нарушаете Мои права Ладно Отведите его В туалет Только по-быстрому Как здорово Что полиция Разрешила нам Одолжить этот фургон Чтобы мы Добрались домой Да Но думаю Мы заслужили Маленький праздник В этом кафе Кстати Ты знаешь В этом кафе Работал мороженщик Рот Это уже Не важно Теперь у него Работа будет Только одна Чистить туалеты В тюрьме Хе-хе-хе-хе-хе Бабушка Что ты себе Закажешь? Я так голодна Что съела бы Целого быка Думаю Я закажу себе Жареного мяса С салатом А ты? Я тоже Очень голоден Закажу себе Пару порций Мороженого Но ты же сам Говорил Что больше Одной порции Есть вредно Теперь все Изменилось Мне нужно Кушать за двоих Думаю Моя сестра Посадит тебя На диету И спорт Ну а сейчас Кушай Кушай Деточка Пока есть Такая возможность Что-то Мороженщик Долго в туалете Сидит Проверьте Слушаюсь Его там нет Он сбежал Вот это поворот Ну вот и конец Наконец Если соберется Очень много лайков Тогда и будет продолжение А сейчас Прочитаю вам Побрекут титры Над фильмом Работали Автор идеи Сергей Антонов Сценарий Сергей Антонов Режиссер Сергей Антонов Озвучка Сергей Антонов Компьютерная анимация Сергей Антонов Видеомонтаж Сергей Антонов О, не все еще А художник-мультипликатор Сергей Антонов Стариборд Сергей Антонов Аниматик Сергей Антонов Художник-аниматор Сергей Антонов Художник-иллюстратор Сергей Антонов Художник-постановщик Сергей Антонов Чекер анимации Сергей Антонов Художник-прорисовщик Сергей Антонов Ведущий-прорисовщик Сергей Антонов Руководитель отдела теней Сергей Антонов Художник прорисовки теней Сергей Антонов Чекер прорисовки Сергей Антонов Руководитель группы фонов Сергей Антонов Художник по фонам Сергей Антонов Прекомпоузинг Сергей Антонов Руководитель отдела заливки Сергей Антонов Колор-моделист Сергей Антонов Художник-заливщик Сергей Антонов Чекер заливки Сергей Антонов Инженер заливки Сергей Антонов Не понял еще Директор Сергей Антонов Композитор Сергей Антонов Синхронные шумы Сергей Антонов музыкальное сопровождение сергей антонов звукорежиссер сергей антонов звукомонтажер сергей антонов режиссер звуковых эффектов сергей антонов инженер звукозаписи сергей антонов сведение музыки сергей антонов звукорежиссер перезаписи сергей антонов музыкальный передактор сергей антонов звукорежиссер монтажа сергей антонов фу все еще сергей устал немножечко Редактор Сергея Антонов Копирайтер Там еще Копирайтер Сергея Антонов Главный редактор Сергея Антонов Режиссер-постановщик Сергея Антонов Помощник режиссера Сергея Антонов Ассистент режиссера Сергея Антонов Продакшн Сергея Антонов Основной творческий состав Сергея Антонов Административный персонал Сергея Антонов Автор-проектор Сергея Антонов Руководитель проекта Сергея Антонов Консультант Сергея Антонов Второй директор Сергея Антонов Директор картины Сергей Антонов, руководитель IT-отдела Сергей Антонов, системный администратор Сергей Антонов, исполнительный продюсер Сергей Антонов, светоустановщик Сергей Антонов, кинодистрибьютор Сергей Антонов, линейный продюсер Сергей Антонов, финансовый директор Сергей Антонов, начальник производства Сергей Антонов, идеальный вдохновитель, идейный и не идеальный, идейный вдохновитель канала Сергей Антонов, автор канала Хоррор Пик Сергей Антонов, владелец канала Хоррор Пик. сергей антонов ну теперь же точно все как я устал ладно ставьте лайки и пишите комментарии